А у нас, как говорится, на десерт, как у нас уже это часто бывает, самое интересное, самое вкусное, самое свежее, мы оставили. В последней части пойдет разговор о английском художнике Уильяме Симпсоне, или как его там Вильяме иногда называют, по прозвищу Крымский, то есть он заработал за свою деятельность такое прозвище, дополнение к фамилии, то есть он иногда в документах проходит как Уильям Симпсон Крымский. И в принципе картины этого художника английского хорошо известны, потому что он многое и подробно живописал Крымскую войну. То есть вот часто, когда мы видим какие-нибудь там яркие, интересные акварельные рисунки, зарисовки воин, сражений, быта, англичане, осады Севастополя, французы в каких-то траншеях, окопах. Ну вот практически большинство этих рисунков принадлежат Уильяму Симпсону. Ну об этом многие знают, но мало кто знает, что оказывается он в 1855 году побывал в Черкесии. Причем оказывается он не только хорошо кистью владел, но он и пером тоже хорошо, с пером хорошо справлялся. Вот. Откуда мы это узнали? Вообще как это все стало доступным? Ну где-то пару лет назад, ну может в 2016 году, во время их там поисков по интернету, я впервые увидел в интернете несколько акварелей Уильяма Симпсона, сделанные им в ту поездку в Черкесию. Ну если посмотреть, конечно же, резко как бы качество, информативность и вообще красота этих рисунков обращают свое внимание, потому что на таком уровне в ту эпоху никто черкесов не рисовал. Да, да, с деталями. Сразу же проявился интерес, а кто это, а что это за человек, а что это за рисунки, откуда они. Кто их первый нашел, ну это вопрос сложный. Ну я не знаю, может кто-то знает, но я, вот мой опыт, я лично на них вышел благодаря статье «Уильям Симпсон Крымский на Западном Кавказе». Эта статья была опубликована в 2014 году в сборнике фелицинских чтений музея в Краснодаре. Автором этой статьи является сочинский археолог, историк Михаил Кудин. Замечательный человек, в принципе, Виталий с ним хорошо знаком. Было интервью первое самое с Андреем Кизиловым, Михаилом Кудином. Ну вот да, это два коллеги, сочинские историки-археологи. Вот, собственно, Михаил Кудин, который занимается археологией, вот дольменами очень хорошо темы как бы освоил. Ну вот параллельно ему попалась эта книга. То есть для себя лично, как говорится, для себя любимого он сделал перевод, потому что там есть кусок про дольмены. Это его заинтересовало. Потом он любезно этот свой перевод мне предоставил. Я его, в свою очередь, присоединив книгу самого Симпсона, автобиографию, откуда этот кусок взят, опять же своей хитрой целью предоставил Марине Спасеновой. То есть PDF-версию этой книги и перевод Михаила Кудина. Со своей уже стороны, как бы, со своим взглядом Марина сама перевела автобиографию Уильяма Симпсона. Ну, книга была 1903 года издания. Издавалась она, видимо, не раз. Вот, тот экземпляр, который ей попался, хранится в библиотеке Калифорнийского университета. Ну, это как раз на тему легкости и доступности зарубежных источников. Она сделала перевод одной из глав, которая так и называется «Черкесия». Перевод оказался интересный. Марина выложила на территории поиска, на своем сайте. Я, соответственно, оперативно, быстренько, честно украл оттуда у нее. Ну, в принципе, она и мне его предоставила. Ну, это так, для красного словца. Своей группе вдоль по линии Кавказа выложил в сети ВКонтакте. Ну, все нормально. Но тут, как говорится, новый сюрприз, неожиданный. То есть, опять блукая по интернету, какие-то там ссылки перекрестные, какие-то там англоязычные варианты. Я выяснил, что, оказывается, есть еще одна книга, которая называется «Эскизы». Ну, там написано «Скетчи». Ну, «Скетчи» там переводится примерно как «Эскизы». Уильяма Симпсона, сделанные им во время кампании 1854-1855 годов в Крыму, Черкесии и Константинополе. Эта книга была издана в Лондоне в 1880 году. Ну, попалась она мне на глаза в книге, которая хранится в... Блин, вот эти вот названия. Библиотек... Нет. Музей принца Альберта и Виктории. Ну, это, наверное, королева Виктория наша. Наша, господи, не наша. Не наша. Британская королева Виктория, королева мать викторианская эпоха. Ну, и ее муж. Принц Альберт. Или сын. Ну, Бордун, это все-таки история Англии. Короче, на сайте музея королевы Альберта, короля Альберта и королевы Виктории, я эту книжку честно украл. То есть, нашел способ там, как бы, это все скачки. Единственное, что пришлось поломаться, что там надо было, что вот для какого вы там цели? Для использования личного. Все, ага, нажмите, согласен. Тыш-тыш-тыш, бах, все, пользуйтесь. Такого, к сожалению, на наших отечественных архивах. В ближайшие 50 лет. Вот так вот. Вот так вот. Да. Так вот, в этой книге есть куча черкесских рисунков с видами аулов, зарисовками самих черкесов, разрушенных русских укреплений Анапы, Новороссийска, Туапсе и так далее. То есть, получается, несколько известных акварелей цветных Симпсона, а тут огромная база того, на базе чего это было сделано. То есть, заброски, не заброски, господи, наброски. Но потом некоторые он сделал в виде цветных, ярких, красочных акварелей. Ну, и вот в чем самый главный плюс. Вот об этих эскизах, об этих черкесских рисунках, пока что, ну, к сожалению, мало кто знает. Надеюсь, с нашей помощью вот люди получат доступ, информацию, потому что они очень интересные, и тем более вы сейчас их увидите с нашими комментариями. Итак, ну, вот эта сама книга, вот титульный лист этих скетчей Вильяма Симпсона, он выглядит так. Ну, сразу видно, что тут какие-то гербы интересные, и сразу видно, что Симпсон под карандашик, под линеечку сам занимался оформлением этой обложки. То есть, получается, явно, что... Почему книга малоизвестная? Ну, наверное, он особо и не собирался ее издавать. Да, то есть, это ручная сборка художника. Ну, и вот мы в нашем рассказе попробуем соединить текст Симпсона, вот эта глава Черкесии в автобиографии, с этими рисунками. То есть, такой иллюстративный ряд получится. Итак, начнем. Крым. Сентябрь 1855 года. Севастополь пал. Ну, точнее, не сам Севастополь, то есть, русские войска оставили одну из сторон Севастополя, перешли на другую сторону, сели в оборону, а в англичан-французах уже сил больше не было дальше воевать, и наступило перемирие. То есть, Симпсон долго там был, жил, освещал под подробно боевые действия в Крыму. Причем не только Севастополь, у него там есть рисунки в этом альбоме, там, Инкерманское сражение, еще там какие-то, там, Керчь, там, ну, что-то такое, да, весь Крым объездил. И вот он пишет. Генри Пеллен Клинтон, герцог Ньюкаслский, бывший военный министр, которого, кстати, сняли за неудачи вот в Крыму, прибыл в Крым и сказал мне, что хотел бы посетить Черкесию, и что адмирал местный, английский, обещал отправить для него судно, чтобы объехать вот эти все области побережья. Мне было предложено отправиться с ними и сделать несколько эскизов. Тем более, что посещение Черкесии было одним из давних моих желаний. И я это желание высказал адмиралу. То есть сошлись, ну, сошлось все, да. Помню, как кто-то говорил тогда, что перед Крымской войной число британцев, посетивших Черкесию, можно было пересчитать на пальцах одной руки. В принципе, Белл, Лонгвард, Урквард. Ну, в принципе, да, наверное, хватит. Вот. Значит, издавна эта страна представлялась мне очень романтичной, полной красивых женщин. И я испытывал самые приятные чувства, связанные с посещением этой земли. Ну, то есть в каких-то он был легких предвкушениях. У герцога был слуга, которого он привез с собой из Англии. Думаю, он был грузином. Ну, судя по рисунку... Ну, да, похож он на турка или грузина, но явно не черкес. Да, не тот типаж. Думаю, он был грузином. Лука поселился в Лондоне, где у его жены был какой-то бизнес. Он мог говорить на всех языках Средиземноморья. Английском, французском, итальянском. Хорошо знал турецкий и, кажется, был знаком со всеми языками при Черноморье. Я видел, как он изображал переводчика, стоя в центре круга, образованного представителями разных наций. Он поворачивался к каждому из них и говорил на его языке, ну, на языке собеседника. А потом ежеминутно менял направление векторов своего положения в круге. И это не составляло ему никакого труда перебрасываться фразами на разных языках вот с этими, ну, его окружающими людьми. То есть, хороший был, как написано на рисунке, Драгоман. Ну, то есть, это старинное слово, означающее переводчик. Итак, в начале октября 1855 года мы были уже в Анапе. Это самая северная точка Черкесии. Ну, в принципе, кто не знает, вот Кавказский горный хребет начинается как раз вот немножко там за Анапу, и он пошел, да. Русские сражались здесь и на суше, и на море. Да, то есть, Анапу обстреливали, были боевые сражения, потом, значит, Анапа была оставлена, там форты разрушены, пушки заклепаны, там все сожжено. Вот. Они здесь имели многочисленные батареи. В момент нашего прибытия здесь находились туецкие войска. То есть, Анапа уже была занята турками, но что интересно, это была резиденция Сефербея, который был объявлен черкесским пашой, как бы государем и наместником, главным в Черкесии. То есть, есть рисунки, где, ну, как бы там присутствуют. Там вроде бы по-хорошему получалось, что это больше его авантюра оказалась. Ну, по сути, да. Плюс его вечные срачи с Магомед Амином, которые, в принципе, изгубили все дело. Вот. Да. Ну, вот, начинаем рассматривать рисунки. Раз они плыли на пароходе, подплывали, соответственно, Симпсон, стоя на палубе, в первую очередь, что? Сделал несколько карандашных набросков вида Анапы с моря. Вот. Ну, если кто бывал в Анапе, сразу увидит высокий берег, вот этот весь рельеф анапский. Ну, тут он угадываем, узнаваем очень хорошо. Маяк какой-то и... Ну, насчет... Ну, церковь-храм там еще будет видно. Вот корабли, стоящие в бухте. Что касается вот там что-то типа маяка на мысу, ну, в принципе, современный анапский маяк там и стоит. Там же и стоит. Да. Вот. Теперь он сошел на берег. То есть, уже там вот высокий берег, чуть-чуть поддаление, вот церковь ближе. Я, вот, ну, часто бывающий в Анапе, большой привет этому прекрасному городу, его жителям, могу сказать, что я, видимо, сейчас стою на песчаном пляже в начале этой косы. Может быть, там примерно, где впадает речка вот эта вот Анапка, Бугур, вот из этих болот вытекает, вот делят, как бы, городской пляж и уже пляжи, ну, дальше по косе. Может быть, это примерно в этом месте, ну, вот. Похоже. Да, находился Симпсон, когда вот вид Анапы уже с суши зарисовывал. Идем дальше. А вот теперь уже вид Анапы вход в крепость. Города. Причем, обратите внимание, это, видимо, вот здесь, на переднем плане, в левом нижнем углу, те самые турецкие, турецкие, но, то бишь, русские, их одно время называли по-разному, то русские, то турецкие, то безымянные. Видимо, это они. потому что дальше начинается город. Причем, вот что мы можем видеть. Бухту мы видим, вон там, как бы море виднеется справа, да, плюс улицы, плюс по этой улице, ну, люди ходят, вон, черкеснок, они вроде едут. Горгипия подойдет. Да, да, ну, вот храм мы видим, кстати, храм этот, который тут изображен, он в свое время был сделан из мечети турецкой, когда взяли Анапу, да, вот, кстати, видим опрокинутую, лежащую на боку будку караульную, да, вон там справа, здание, часто без крыш, о чем это говорит, видимо, горело, видимо, подожгли, древесина сгорела, а каменные постройки остались, потому что на практически на всех домах отсутствуют крыши, но видны печные трубы, торчащие, да, вот, ну, какие-то постройки уцелели, то есть вот, вот так, то есть вот еще раз, вот, головы людей, вот, например, в проеме ворот, голова черкеса обозначена, потом черкес там на лошади вроде едет по центральной улице, и еще на всякий случай напомню, этих рисунков в России до недавнего времени не видел никто. Большой привет сотрудникам Анапского краеведения, Георгического музея, берите, пользуйтесь, где, потом скажем. На Вичихину потом скидем. Да. Ну вот опять же, с другой стороны зашел Симпсон, опять смотрит на Анапу разрушенную, и, кстати, обратите внимание на мельницы, ветряные, которые находятся в правом углу. На других рисунках других авторов, французов, которые тоже в 854 году, за год до этого, на пароходах там плавали, что-то зарисовали укрепления с моря, эти мельницы есть на нескольких рисунках ветряны. То есть, это лишнее доказательство достоверности и правдивости. Кстати, это, видимо, предместе, потому что каменных домов не видно, а видны развалины, разрушенные, разрушенные, каких-то, наверное, частные застройки, которая очень сильно сгорела, пострадала при оставлении города или при его обстреле. Вот. То есть, тут, ну, фактически руины на окраине Анапы. Хотя, виднеются какие-то оборонительные сооружения, вот если присмотритесь под мельницами справа, там какие-то амбразуры, рвы какой-то, может быть, береговой батареи. Можно рассмотреть. Кстати, Симпсон, ну, в принципе, подписывает все свои рисунки, поэтому мы и число знаем, и место, ну, откуда же наши комментарии идут. Вот еще. На улице разрушенные Анапы, оставленные русскими, в принципе, вот то, что был вид сверху, теперь он зашел в крепость, и, кстати, видите, опять русские ворота нарезовал отдельным эскизом вверху рисунка, в левом верхнем углу, вот эти, опять же, русские ворота обозначены, как они выглядели. А на основном рисунке сидит какой-то, явно не черкес, может, он сидит в турецкой феске, но не факт, что турок, потому что англичане, кстати, тоже разгуливали по Черкесии, обычно вот в каких-то таких вот, ну, турецких восточных нарядах, в тех же самых фесках, а это мы наблюдаем, значит, вот это вот главный анапский храм, церковь. Ну, естественно, обратите внимание, крест отсутствует. Если не русские, то захватившие крепость турки и черкесы постарались, чтобы сшибить с нее этот христианский символ. Кстати, на тему символов и религии. Вот, в какой-то постройке, может быть, даже той самой, что на предыдущем рисунке, один из, ну, скажем, наверное, черкесов, сняв обувь, расстелив коврик, молится в помещении, в каком-то. может быть, это вот та самая церковь, которая была мечетью, теперь она опять не церковь, и вот зов крови предков, может быть, это какой-то местный черкес, истово молится вот в этом здании, потому что обстановка явно не шибко религиозная. Дверь какая-то хозяйственная, какие-то там, ну, своды, своды, как бы он не по центру, может он там в какой-то кусочек древней мечети нашел, там из стены выступает, он в него там как бы молится, но наблюдает за его молебном люди, судя по ружью на плече, явно один из них турок, ну, в смысле, в таком, скажем так, в пехотном виде, второй, может быть, черкес, может его сын, может родственник, ну, здесь мы можем только предполагать, то есть, Симпсон зарисовал молебен, вот в Анапе, оставленный русскими. Опять же, та же самая Анапа, что мы здесь видим, какое-то помещение полуразрушенное, а может быть и здесь молился черкес этот, или кто только что, да, а может и не здесь, потому что я тоже гадал, у меня были две версии, то есть, внутри вот это, но что это может быть полуразрушенное? А это не может быть, как склеп Героон, который был запретил. А может быть, это и не Героон греческий, а может это турецкий склеп, и может это могилы предков, и он пришел на могилы предков своих помолиться, потому что, ну вот версии, вот да, предыдущий рисунок похож, а тут они вроде снаружи, их тоже вроде трое, причем один из них опять же с ружьем со штыком, а двое в таком вот, ну видите, скажем так, горском, да, ну или турецком. Что это за постройка? Ну явно что-то полуразрушенное, старое, в земляном холме. Так что, можем только гадать, но антураж мы вроде ухватили верно. Продолжаем рассматривать рисунки Симпсона, анапские, и что мы видим? Ну, конечно, у Симпсона не было квадрокоптера, он не летал, но тем не менее, на одном из его рисунков мы видим план сверху укреплений крепости Анапа. То есть, видимо, обошел по периметру крепость, зарисовал все вот эти бастионы, это выступающие вот эти вот выступы для пушек, чтобы простреливать вдоль стены. То есть, в центре он изобразил, ну, на мой взгляд, это в центре сам план крепости, потому что, если посмотреть на увеличенный рисунок, он повторяется. То есть, в центре маленький план крепости, а потом, вокруг него нарисовал детальный план Анапской крепости. Ну, плюс там какие-то там зарисовки, вон, горец едет на лошади, рисунок сверху, там, винтовка у него висит через плечо в чехле, да, то есть, какие-то вот такой карандашный набросок Анапской крепости в 1855 году. Не будем, в конце концов, забывать, что эта экспедиция, ну, имела военные цели. Если присмотримся внимательно, даже застройку он начал, но потом бросил рисовать застройку жилищную внутри крепости. Ну, по крайней мере, несколько зданий точно есть. Вот. Ну, то есть, да, вот такая интересная иллюстрация. Потом, они оставляют Анапу, он пишет в своей автобиографии, что 3 октября с большой партией черкесов мы поехали на восток. Мы прошли милю или около того к реке Кубань. Здесь начиналось низкогорье, граница горной Черкесии. У подножия этих холмов текла Кубань. Ну, то есть, из Анапы они вот к кустю Кубани ближе двинулись. И вот, сохранилась цветная акварель, которая называется лагерь герцога Нюкаслского на Кубани 3 октября 1855 года. Сам лагерь мы можем наблюдать в нижнем правом углу картины несколько палаток. Ну, и там люди вокруг них. На основной части рисунка это, ну, черкесы, расположившиеся лагерем здесь, а вдалеке течет река Кубани. Ну, да, очень, кстати, да, похоже на... Ну, видимо, кто из тех, кто живет в этих местах, вот если его попросить, он озаботится, он даже это место найдет. Да, можно. Там такая дорога поднимается и такой вид. Ну, я думаю, это не сильно изменившийся ландшафт, эти места не подвергались каким-то там экскаваторным воздействиям сильным, да, то есть, примерно, видимо, так все и осталось. Что об этом рисунке интересного можно сказать? Ну, живописные фигуры самих горцев, но меня больше всего заинтересовало, вот мы с Виталием про пушки, там, про огнестрельное оружие снимали ролики. Обратите внимание в центре. Два вола БК тащат пушку, пушку, вокруг нее, ну, толпятся несколько черкесов, то есть, вот, как бы такая черкесская артиллерия получается. К сожалению, этот рисунок из сети был, как бы, Мариной Спасеновой где-то скопирован, она мне его перекинула, он, к сожалению, не такой качественный в разрешении, как другие, поэтому, ну, да, это пушка, разглядеть можно, но вот при дальнейшем увеличении, к сожалению, каких-то, ну, нюансов, да, не рассмотрим. Ну, и за это спасибо, потому что, вот, про эту пушку запомните, сейчас вот будет дальше текст, интересно будет сравнить. Итак, кстати, как я сказал, сперва Симсон делал наброски, а потом некоторые из них превращал в акварели. Вот, обратите внимание, эскиз в картине «Лагерь герцога Ньюкасловского». Ну, это на самом эскизе так и написано. И написано 3 октября 1855 года. То есть, немножко другой ракурс, но можно примерно понять, что вот там где-то течет Кубань, да, и вот сидящие, стоящие и на коне тоже горцы здесь представлены, причем совсем необычные, видимо, для современных адыгов папахи изображает Симсон. То есть, высокие, но колпак из них торчит, острый такой кончик. Вот, я, честно, не встречал современные реконструкции, или кто-то сейчас пытается костюмы какие-то шить, головные уборы. Такого типа головного убора нет. То есть, есть такие вот классические папахи, или какие-нибудь там дагестанские образцы, а вот такого у современных адыгов вообще не встречал, хотя это факт налицо. Вот такая форма русская к Средневекову. Была такая мода в 1855 году. Что пишет Симсон дальше? В той части Кубани, куда мы подошли, был форт, или скорее два форта друг против друга на обеих берегах, ну, русских укреплений. В нижнее течение Кубани кто-то высказал предположение, что это так называемый Ольгинский Тед-Депон, ну, предмостное укрепление. А я думаю, что это Варениковская пристань. Потому что Варениковка туда, вот к низовям ближе, и там была переправа. Картина, вот я вспоминал сейчас. Это Варениковка. На той пейзаж, Скорее всего, да, я согласен, на этом пейзаже изображены окрестности Варениковки. Ну, и что пишет Симсон? Здесь мы обнаружили большой отряд черкесов, ну, на рисунке было видно, собирались, которые собирались напасть на форты, но мои спутники придерживались мнения, что они просто хотят показать себя перед нами. Ну, то есть, вот герцог этот, ньюкаслельский, Симсон, там была целая группа англичан, военных специалистов, вот, различных консультантов. То есть, они говорят, это, наверное, горцы хотят перед нами показать свои возможности. Планируемая операция казалась очень глупой нам. Форты имели укрепленные валы с амбразурами и пушками. У черкесов же были только лошади, винтовки, пистолеты, а также шашки и кинжалы. Про пушку ни слова, а на рисунке она есть. Вот какая-то нескладуха. Причем винтовки были их единственным оружием, с которым и они собирались идти на форт. Они были храбры на грани безумия, сказал Симсон. Ну, вот еще раз, пушка на рисунке есть? В тексте пушки нет. Ну, владеть пушкой мы в выпусках говорили, что таскать ее как знамя, как символ какой-то мощи горцы часто ее таскали, но применять часто не применяли. Скачив на своих лошадей, они поехали к фортам с разных сторон. Они приближались к валам, быстро двигаясь по кривым траекториям. Ну, вот это вот петляли, чтобы не попали. Понятно. А когда оказывались ближе всего к форту, делали выстрел из винтовки и тут же удалялись. Такой бой, на наш взгляд, вряд ли бы мог принести вред форту или его обитателям. Когда черкесские винтовочные залпы прогремели раз или два, из форта выстрелили картечью. Ну, то есть, вот такая военная операция. То есть, такой шумный кипиш со стрельбой, ну, малоэффективный. Кстати, вот еще одна акварель, которая обращает, ну, как бы, нас вот чуть-чуть назад, видимо, к тем фразам, когда герцог Нью-Кассельский говорил, что, на наш взгляд, это не имеет смысла военной операции, то есть, он там что-то говорил черкесам, не стоит этого делать. То есть, эта акварель названа обращение герцога Нью-Кассела к черкесам на берегу Кубани 3 октября 1855 года. То есть, видимо, вот к этой картине больше всего относится кусок из Симпсона такой. Герцог посоветовал черкесам отказаться от атаки. Тем более, некоторые уже были ранены, но, правда, насколько мы видели, убитых не было. То есть, такая шумная демонстративная акция. Чем интересен этот рисунок? Мы сказали, что англичане разгуливали по Черкесии, ну, скажем так, в восточных нарядах, потому что, как тут найти англичан в толпе черкесов по турецким фескам. Причем, даже, кстати, вот, ну, правда, один в каком-то таком африканско-австралийском как бы шляпе с от солнца, повязанный шарф, он виден. Да, это англичанин в высоких сапогах. Но рядом с ним один синий английский мундир, дальше сюртук, дальше сюртук, сюртук, опять что-то турецкое, но у всех практически фески надеты на голову, несмотря на то, что это англичане. Что касается черкесов, ну, их тут много, типажи различные, виды, кто-то сидит, причем любил Симпсон вот эти пистолеты черкесские, заткнутые за спину с этим круглым наболдашником рисовать, вот это часто у него присутствует. Ну, а современным реконструкторам или тем, кто интересуется адыгской историей, могу сказать так. Серый, синий, грязно-желтый цвет, вот это настоящие цвета старинных черкесок. Грязно-желтый на первом месте. Ну, продолжаем читать Симпсона дальше. Один из атаковавших подошел ко мне сраной на руке. Полагаю, он принял меня за врача. Ну, да, как правило, европейцев и черкесы всех считали, что они все врачи. Другой был очень плохо, имея пулю в верхней части бедра. Ну, картичные пули, они серьезные, это как крупнокалиберный современный пулемет. Я же был заинтересован тем, что как будет проводиться эта операция. Старый Скулап имел при себе сумку из кожи с шерстью на ней. Ну, то есть какая-то сумка такая с шерстяной покрытием. Из нее он достал что-то вроде ножа и стал извлекать пулю. Она попала в кость и немного сплющилась. Напоминаю, что тогда пули были свинцовые, не оболоченные, мягкие, то есть, да, они от попадания в кость сплющились. Пока проводилась операция, я заметил, что раненый был очень бледен. Должно быть, действие такого грубого инструмента, ножом, который пулю выковыривали, было очень болезненное, но он улыбался и постоянно разговаривал с теми, кто стоял вокруг. Удивляясь такому стоицизму, я спросил Луку, слугу герцога, вот этого переводчика, а что это значит вообще? На этот вопрос Луки ответили, что если бы мужчина проявил признаки слабости и сдал стон или крик, на него тотчас бы надели женскую одежду, чтобы символически показать, что он не мужчина. Вот так вот. Ну это известное мужество черкесское, вот это вот терпение, боль, ни в коем случае нельзя показывать ее, но это все знают, это общеизвестно. Дальше, следующий день, 4 октября мы прибыли в Суджук-Кале, ну то есть Новороссийск по-современному, где и нашли наше судно. Суджук находится в заливе, образующем одну из немногих хороших гаваней на побережье Черкесии, если бы не Бара. Это первое поселение к югу от Анапы и, идя к нему, мы двигались по дороге, соединяющей оба поселения. Она была построена русскими. По дороге мы дошли до небольшого заброшенного форта, построенного для защиты от черкесов. Смотрим, вот он, вот он форт Раевский, причем то, что он разрушен, видно, что рвы, валы, амбразуры, эти плетеные туры сброшенные, которые стояли, пушки прикрывали, тела пушек, даже вот тело одной пушки заклепанное, приведенное в негодность, видно, брошенное. Ну и местность вокруг, причем и два едущих черкеса, ну, наверное, это сопровождение эскорт, он их зарисовал во время путешествия, путешествия, ну, все те же пистолеты за спиной, те же высокие папахи, винтовки торчащие сзади и маленькие лошади кабардинской породы, то есть, вот эти худенькие, маленькие, небольшие лошадки местные. Да, это как раз руины форта между Анапой и Саджук-Кале, причем на рисунке внизу косо написаны черкесское название этой местности русское, Раевский, то есть, все сходится, да. Идем дальше. Рядом с этим фортом мы остановились и были вынуждены принять участие в местных погребальных обрядах. Ну, типа, они торопились, ехали, но нельзя не заехать. Да. Это были не похороны, а поминальная церемония того, кто недавно умер. Кажется, в течение нескольких недель или месяцев каждый, посещающий это место, должен был принять участие в неких мероприятиях, устраиваемых в честь памяти умершего. Чем знатнее, тем дольше. Могу сказать, что когда умер старший темиргоевский князь Мишиост или Месост Болотоков, в Йосакале целый год любой проезжающий, его там ждали для поминальной процедуры, все необходимое, целый год этого умершего князя Болотокова можно было и нужно было поминать всем проезжающим. В данном случае мы должны были выпить напиток под названием Боза или Буза. Кстати, вот кто его пил, иностранцы, одни говорят, ах, какая прекрасная вещь. А вот Симпсон написал, вот смотри, что он написал. Это было ужасно. Из чего он был сделан, я не знаю. Но он представляет собой смесь ферментированного проса и меда, чрезвычайно тошнотворную. Ну, брага, на основе брожения меда, не, ну, я пил, я пил Бузу, пиво, вино, что-то, да, такое вот, да, но, но тут, но тут тошнотвор, ну, не знаю, какие у него были вкусовые пристрастия, там какие-то на языке у него чувствительные, там эти. Короче, один из нас, англичан, предположил, что это была грубая известь, смешанная с жидким каучуком или гуттаперчей, ни одна смесь не могла быть более отвратительной по вкусу. То есть, не только Симпсон, а вот эта вся компашка англичан, они чуть все не проблевались от Бузы. У него такое попало. Ну, не знаю, да, но независимо от того, что мы думали, мы должны были это выпить за умершего кем бы он ни был. Конечно, мы хотели оставаться в хороших отношениях с нашими хозяевами и чувствовали себя, как тот черкес над которыми я наблюдал. То есть, ему там он чтобы не закричать, да. Нам пришлось улыбаться, пока мы глотали эту гнусную жидкость, чтобы ни в коем случае не скривиться. Единственным облегчением для нас была возможность высказываться на родном английском языке и мы не пожалели крепких слов. То есть, ну, я не специалист в английских матюках 19 века на что-нибудь типа God damn it! Ну, там что-то видимо звучало. Слава Богу, черкесы не понимали, что это происходит. Кстати, один из эскизов черкесского аула обозначен датой 4 октября. А они как раз вот в это время ехали из Анату в Суджук-Кале. У меня такое подозрение, что вот ту самую бузу они пили как раз в этом ауле, который здесь изображен. Потому что, ну, 4 октября мы остановились, мы заехали, мы выпили, нам не понравилось, мы поехали дальше. То есть, вот обратите внимание на этот рисунок подробный. Причем, я это скажу не раз, но вот сейчас еще раз обращусь с такой фразой. Уважаемые современные товарищи адыги, хотите где-нибудь себе для души построить этнографическую деревню черкесскую, настоящую кунацкую, настоящую саклю, рисунки Симпсона для вас будут очень ценным источником. Потому что они, кстати, в высоком разрешении, их можно увеличивать. Так подробно зарисовать черкесские дома разной той эпохи это не делал никто. Так что доски, топор, гвозди все вам в руки. Я буду только рад, если кто-то сможет построить эти прекрасные замечательные черкесские сакли. Они красивые, кстати, мы до них еще тут дойдем еще, который изобразил Симпсон. Итак, это небольшой черкесский аульчик между Анапой и Новороссийском современном, судя по дате. Идем дальше. А дорогу он тоже зарисовывает. То есть называется по дороге из Анапы в Суджук. Ну, дата проставлена, долинки все эти. Ну, кто ездит из Анапы в Новороссийск, ну, через Раевскую, да, наверное, вот это вот там на Тухаевская станица, Раевская станица, перевалы, холмы, перелески, перевалы, может быть, это Баканский вот как бы перевал, может быть, а может они по побережью проехали, но это местность между Анапой и Суджуком, который зарисовал Симпсон, причем аж два раза. То есть 4 октября дата, дорога по дороге в Суджук-Кале. Причем, вот обратите внимание, в небесах парит надпись Раевский, ну, указывающая, видимо, на вот прямоугольник внизу, это расположение форта, а надпись в небе слева указание на Суджук-Кале. То есть достаточно конкретная топографическая привязка есть. Если что, вот кто-то там может взять и сфотографировать с этой точки современную местность и посмотреть, как изменилось. Ну, Суджук-Кале Суджук-Кале вид с моря. Тоже, естественно, Симпсон зарисовал, причем два вида, там, ближе, издалека. И, кстати, назвал Новороссийск. Ну, то есть он то Суджук, то Новороссийск пишет, да? Ну, что ж, опять же, ну, интересная как бы такая вот зарисовка. Вид с моря тогдашнего Новороссийска. Старый Суджук-Кале турецкий уже не было в том времени. Ну, понятно, да. Вот следующий рисунок. В оставленном русскими Новороссийске он стоит на улице, видимо, на центральной и изображает тоже, видимо, сгоревшие, потому что крыш нет, здания, солидные, каменные, там, различные постройки, в том числе, он там с башней, со шпилем в конце улицы, да? То есть, это вот улица Новороссийска 1855 года. Очень редкий рисунок, потому что, ну, я не знаю больше, кто еще мог в 1855 году зарисовать Новороссийск, да? Или вот еще виды Новороссийска уже с другой стороны, ну, это бухта, соответственно, да? Он обошел, наверное, со всех сторон, с тех сторон. Еще интересна фигура черкесской женщины, там, в углу, вверху рисунка, да? С детем на руках. То есть, вот, если увеличить, а разрешение позволяет, вот такая тоже картинка. Черкесская женщина стоит с ребёнком, на руках, потому что, судя по азиатской одежде, это, ну, явно не русские жители, которые оставили Новороссийск. Ну, на основной части рисунка можно увидеть, там, какие-то портовые сооружения, причалы, остатки, или укрепление фортовое, вот видите, башня с амбразурами пушечными и со следами горения. В Новороссийске шел бой, эскадра обстреливала Новороссийск, там, они отвечали из пушек, как могли, то есть, там было, ну, достаточно серьезное сражение, после которого, уже, Новороссийск отбился, но был все-таки оставлен. То есть, это вот, видимо, следы этого боя, сражения и обстрела Новороссийска с моря эскадрой. Церковь, Чорч, как бы его написано, Чорч ин, ин, Новороссийск, или ин, Суджук, Кале, там, ну, там, видите, то есть, подписан рисунок, то есть, это церковь, вот, как он писал, греческая церковь, вот, Новороссийске, редчайший рисунок, да, который, российским краеведом.